Приветствую вас! Есть ряд моментов, которые мне бы хотелось прояснить. Прояснить, прежде чем, наверное, начать давать вам какие-то рекомендации. Значит, первое. У вас сложилась сложная финансовая ситуация в семье, и вы пошли работать. Родители не одобряют то, что вы нашли работать, и внушают неуверенность, говорят, что вас там обманут. Вас там обманут – это где? На работе? Что заставляет родителей так думать? А для чего вы пошли на работу? Если они не одобряют то, что вы делаете, они не одобряют, что вы работаете, а хотят, чтобы вы учились – это их право. Но тогда возникает вопрос. Сложная финансовая ситуация в семье ударяет больно по кому? По вам или по родителям? Для чего вы пошли работать? Для себя, чтобы обеспечивать себя? Или чтобы помочь родителям? Понимаете, если вы пошли обеспечивать себя, то родителям нужно сказать совершенно откровенно, что если они хотят, чтобы вы не работали, то будут обеспечивать вас тем, ради чего мы пошли на работу. Ведь вы не от хорошей жизни туда пошли. Если вы помогаете своим родителям, а они вас не одобряют и внушают неуверенность, то зачем помогать людям, которые не ценят то, что вы делаете? Это первое. Второе. Ну, родители, как и любые, родители хотят, чтобы у вас было все хорошо. Хотят, чтобы вы были счастливы и чтобы вы решили так, как они считают для вас полезным, правильным и так далее. Только вот беда. У родителей свое представление того, что правильно и что полезно, а у вас свое. И они действительно верят в то, что говорят. Они действительно считают, что вас обманут там, где вы сейчас работаете. Другое дело, что двигают ими, когда они это говорят. Забота о вас. И тогда нужно четко и последовательно, терпеливо, постепенно показывать им, что они не правы. То есть, постоянно держать у себя в сознании мотив, который является для вас основным и который, собственно, доставил вас идти работать. И второе, это понимать, что родители это судят со своей стороны, своего взгляда, со своих ценностей, со своего опыта. А мир изменился. И они эти изменения в мире просто-напросто не могут осознать. А вы можете. Но в силу того, что ваши родители уже более чем пожилые люди, они не могут принять то, что вы им говорите. Они не могут принять вашу точку зрения. Потому что вы для них ребенок, а ребенок ничего не понимает и, вообще-то говоря, нуждаются в защите, опеке и постоянном направлении, куда идти и что делать. И исходя из этого, можно сделать несложный вывод, что вам, родителям, ничего доказать не получится. Просто потому, что они не могут принять новые вещи. Они будут так до конца своих дней и жить своими взглядами. Максимум, что они могут, это смириться с тем, что вы делаете. Для того, чтобы они смирились с тем, что вы делаете, нужно упорство, настойчивость, терпение и нежелание, полное отсутствие споря с ними. Когда вы пытаетесь им что-то доказать, для них это значит, что вы неуверенны в себе и пытаетесь через доказывание чего-то им с этой неуверенностью бороться. То есть, по сути, когда вы защищаете свое повидство, для них это все равно, что красная тряпка сигнализирует о том, что вы сомневаетесь в том, что делаете. Значит, вам нужно продолжать внушать, что вы не правы. Если ваша жизнь и вам уже восемнадцать, вы можете делать то, что хотите, то, что считаете правильным. Никто, даже ваши родители, не в силах и не в праве вас останавливать и осуждать, если это откровенно не вредит им. Ну и, наконец, последний момент. Это момент, связанный с неуверенностью в себе. Собственно, откуда она взялась? Чем продиктована и в чем именно вы в себе неуверенны? Вот подумайте, какие стороны вы считаете у себя слабыми? И подумайте, как их можно сделать сильными. Какие нужно цели для этого достичь? Какие задачи выполнить? Что для этого нужно сделать, чтобы не быть неуверенным в себе? А если есть какие-то стороны, которые поменять нельзя, значит, их нужно принять как часть себя и перестать стыдиться. Ведь родители внушают вам неуверенность потому, что вы сами не уверены в том, что делаете. А почему вы не уверены в том, что делаете? В данном случае родители не корень проблемы. Родители – это лишь катализатор. Катализатор – проблема. То есть ее усилитель. А проблема кроется в том, что вы сами не верите в то, что делаете. И вот возникает вопрос – почему вы не верите? И вот ответ на него и является ключом для решения вашей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!